Это, кстати, можно вставить в фабрикол. Так, давай. Всем привет! Давно у меня не было разговорных блогов, и я думал, какая же тема могла бы меня заинтересовать настолько, чтобы мне хотелось её с вами обсудить. Меня постоянно спрашивают, почему мне уже 29, а я до сих пор не женат. На что я могу чётко ответить? Просто я не мудак. Но обо всём по порядку. На днях я наткнулся на очередной пост в Инстаграме, в котором по приколу говорится о том, что девушки ради парней готовы, ну, просто на очень многое. Они делают и то, и это, и могут быть очень заботливыми. Ну, а парни взамен только и делают, что хотя бы моются для девушек. Шутки шутками, но меня от этого знатно прибомбило, и поэтому сегодня мы с вами поговорим об отношениях между парнями и девушками. Ну, и рассмотрим несколько кейсов. Я даже пообщался со своими знакомыми девушками из разных возрастных категорий для того, чтобы сделать какие-то выводы. Мы уважаем чужое мнение, но канал наш, поэтому мы высказываем исключительно свои мысли и наблюдения. Ну, и любые персонажи являются вымышленными, а совпадения с действительностью являются случайными. В моём понимании существуют четыре типа отношений. Серьёзные, дружба с бонусами, свободные, ну и просто дружба. Ну и ставьте лайки. Серьёзные отношения подразумевают то, что вы проводите много времени вместе, и вас считают полноценной парой. Дружба с бонусами – это когда вы просто общаетесь, спите, но при этом вы не пара. Свободные отношения подразумевают то, что вы вроде как встречаетесь, но при этом можете спать с другими людьми. Ну, а просто дружба – ну, это просто дружба. И мне интересны первые два типа. Начнём с серьёзных отношений. Ахаха, б***ь, по-моему, это неплохо. Так, тихо, не смеёмся. Романтика во мне убили ещё много лет назад. В попытках завести отношения с девушками мне почему-то всегда казалось, что чем больше ты романтичен, тем больше у тебя шансов на успех. Но, как говорил великий классик, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Любые удачные отношения завязывались только тогда, когда мне было это не особо интересно и нужно. Вот серьёзно, за всё время мне ни разу не удавалось достичь успеха благодаря романтике. Конечно, мне бы хотелось, чтобы я был неправ, и схема с романтикой, ну, хоть когда-нибудь работала бы. И поэтому, если у вас есть истории, где лично вам помогла романтика, и вы счастливы в отношениях, напишите об этом в комментариях. Оказалось, что схема с мудаками работает в любых типах отношений. Вот вам такой кейс. Знакомство с очень молодой девушкой с ребёнком для дружбы с бонусами. Знакомство с девушкой для дружбы с бонусами. Начинается всё хорошо. Вы прекрасно общаетесь. Она проявляет инициативу, говорит вам всякие приятные вещи. Ну и, конечно же, вам это всё нравится. И вы такой, заебись. Кроме бонусов, оказывается, можно ещё и приятно общаться. Это же прекрасно. И вы, как истинный джентльмен, продолжаете делать девушке комплименты. Когда вы приходите к ней домой и видите какие-то поломки в бытовом плане, конечно же, вы предлагаете свою помощь в их устранении. Когда она начинает намекать вам на совместный досуг, вы такой думаете, конечно, почему нет? Это же отличная идея. И в этот самый момент, когда вы для неё становитесь хорошим парнем, она вам заявляет, всё, я потеряла к тебе интерес. Точнее, даже не так. Она просто удаляет вас из соцсетей. И на ваш резонный вопрос, мол, что за фигня, вы получаете вполне резонный ответ. Одна моя подруга советовалась со мной по поводу своего парня. И так и прямым текстом мне и сказала. Миша, этот парень идеальный. Он всегда готов прийти на помощь. Он такой заботливый. Бла-бла-бла. Но вроде как мне уже от него это и не совсем нужно. То есть в этом и прикол. Независимо от типа отношений, если ты не мудак, то готовься, что в какой-то момент ты просто станешь неинтересным. В какой-то момент мне показалось, что возможно многое зависит от возраста. И девушка в 19 лет рассуждает не так, как девушка в 24, ну или девушка в 30. Девушки в 30 лет это уже не подруги твоей мамы, а твои одноклассницы. И именно поэтому я пообщался с девчонками разных возрастов. И что же вы думаете? Практически все отвечают примерно одинаково, что ну мол да, мы такие и с этим ничего не поделаешь. Девчонки, которые смотрят это видео, пожалуйста, напишите в комментариях свою точку зрения и даже можете привести какие-то примеры. Понятно, что пообщаться со всеми лично у меня не было времени. И благодаря вашим комментариям возможно вырисуется какая-то другая картина. У меня есть куча примеров истории, когда девушки возвращаются к своим бывшим. И вот этого я вообще никогда не мог понять. После расставания девушка начинает с вами общаться. И хотя вы понимаете, что скорее всего это ни к чему не приведет, где-то в глубине души вы думаете, что систему можно сломать. Вы проводите время вместе, общаетесь, встречаетесь. А потом бац! И девушка просто берет и тупо возвращается к своему бывшему. Причем бывший абсолютный мудак. Он неоднократно вытирал от нее ноги и она об этом вам, конечно же, рассказывала. И тут я могу авторитетно заявить. В моей жизни было 4 или 5 похожих случаев, в 100% девушки возвращались к своим мунакам бывшим. Одна девушка мне очень нравилась. Она была суперзаботливой, была интересной, но ее бывший это совсем не ценил. Пацаны, у вас такая крутая девушка, а вы это даже не цените. И чем же все закончилось? После того, как они расстались и прошло какое-то время, она заявила мне о том, что хочет к нему вернуться и будет делать просто вообще все для того, чтобы это случилось. Где тут логика? Ну, как говорится, наверное, в пи***е. Наверное, вы сейчас скажете, что девушку нужно добиваться. Я вообще искренне считаю, что добиваться девушку самое бесполезное занятие, которое только может быть. Во-первых, как можно кого-то добиваться. Ну, тут либо есть интерес, либо его нет. Человек это же не вещь и не цель. Во-вторых, в моей копилке истории есть тоже парочку примеров, когда парни реально добивались своих прекрасных дам. Они потом женились, даже заводили детей, но в итоге все равно разводились, потому что это все херня. Одна моя знакомая даже потом по секрету мне рассказывала, что те годы, когда она жила с человеком и даже от него родила, были самыми несчастливыми. А я помню, как он ее добивался, как она сопротивлялась, но в итоге сдалась и, как мы видим, ни к чему хорошему это не привело. Давайте подытожим. После долгого анализа всех ситуаций и выслушивания различных мнений я пришел к выводу. Залог начала успешных отношений между парнями и девушками это тогда, когда парню не особо интересно. Это тогда, когда парень кладет на девушку болт. Это тогда, когда парень не проявляет никаких романтических чувств и вообще даже не показывает каких-то симпатий. Поэтому тот пост из инстаграма возможно в какой-то степени правдивый. Мол да, зачем парню напрягаться, если все равно успех в отношениях зависит не от того, какой он хороший или заботливый, а от того, насколько ему вообще пофигу найти отношения. Если говорить лично про меня, то я очень надеюсь, что встречу такую девушку, в которой я смогу быть самим собой. Мне не нужно будет строить из себя мудака, мне не нужно будет ей что-то доказывать, вытирать об нее ноги. И главное, которая будет ценить меня, мои поступки, слова и будет это делать все абсолютно искренне. Ну и, конечно же, которая будет заботливая, добрая и хотя бы адекватная. Ну а вам я желаю всего хорошего, любите друг друга, не будьте мудаками, дурочками и будьте честными с собой и со своими вторыми половинками. И да, обязательно пишите комментарии, рассказывайте свои истории и приводите какие-то доводы, если вы со мной не согласны. Все, пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok